Некоторые красноярские застройщики намерены поднять цены на квартиры. Больше всего подорожают однокомнатные. Средняя стоимость квадратного метра вырастет на 1500 рублей. Объясняют это тем, что значительно увеличились расходы на строительные материалы, а также транспортные услуги. Поставщики подняли цены на цемент и металл. Кроме того, в строительных компаниях индексировали зарплаты сотрудникам. В связи с этим сейчас застройщики утверждают новые прайсы. Так, например, в микрорайоне Покровский средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире 47,5 тысяч. Ее собираются поднять еще на полторы. Коснется увеличения цен и жилья бизнес-класса. Увеличится стоимость на 3-4 тысячи за метр. Поняли, что некоторые объекты продаются практически по себестоимости. Для того, чтобы нам удерживать минимальную маржу, мы будем поднимать цены на 3-4 своих объекта. Поднятие коснется наиболее ликвидных квартир. Это однокомнатных квартир, в первую очередь. Потому что их количество ограничено и на рынке присутствует дефицит. Соответственно, на двухкомнатные мы поднимем незначительно. На 500-700 рублей за квадратный метр. На однокомнатные. Поднять цены уже запланировали несколько крупных застройщиков. Кто-то еще только подсчитывает, как отразится на стоимости метра традиционное увеличение расходов. С нового года поднимают тарифы железнодорожники и транспортные компании. В связи с предстоящим увеличением стоимости недвижимости может вырасти и аренда. Не секрет, что инвесторы вкладывают деньги, покупая квартиры, которые потом сдают. Но говорить о глобальном скачке цен рано. Я думаю, что опять же это будет в районе 5%, но не больше. Нужно большое количество ввода жилья, чтобы потом это отразилось на ценах на аренду. Чтобы начали люди те деньги, которые вложены в долевое, отбивать, восполнять. На это нужно время. Это все равно рынок не отреагирует ступенчато. Некоторые эксперты считают, что стоимость аренды жилья в Красноярске завышена. Обычно после пика в августе-сентябре цены плавно снижаются. Но на этот раз они так и остались на прежнем уровне. Кроме того, некоторые собственники только подогревают рынок. И уже сейчас пытаются выставить квартиру по новым ценам. Мотивируют это возросшими коммунальными платежами. Мотивируют они всегда подъемом коммунальных платежей. Может и в декабре сдавать. Говорят, вот я сейчас сдаю специально подороже, потому что я знаю, что в январе коммунальные опять вырастают. Покупка дорожает, купили в апотеку. Этим мотивируют, что пытаются подороже сдать. В этом году был очень высокий подъем. Просто очень дорого люди сдавали. Но от безысходности снимают. По данным статистика, в прошлом году Красноярск возглавил список городов, лидирующих по росту цен на квартиры. За 2011 квадратный метр подорожал почти на 15%. Лидеры и аутсайдеры в этом списке не меняются несколько лет. Вероятно, из-за очередного подорожания наш город и в 2012 останется на прежних позициях в этом списке. Ну а если же у вас есть свои новости, звоните лично мне мой номер телефона 2-92-91-14. Оставляйте свои комментарии на сайте afonto.ru. Елена Максимова, Игорь Лобакин, Афонтова новости.